Что ж, в этой деревне покемонов я остался совсем один, и Райм куда-то ушёл за добычей дерева, если я не ошибаюсь. А, вот он где-то там бегает. В общем, ребят, всем привет, ребята, с вами, как всегда, я, Градус. И сегодня я попытаюсь украсть всех покемонов из деревни покемонов Райма. И скажу вам не просто так, ведь я хочу просто удивить Райма и сделать небольшой эксперимент. Хочу, чтобы эти все покемоны эволюционировали, ну или плюс-минус хотя бы несколько. Вот есть уже эволюционированные прокачанные покемончики, но некоторых я всё-таки хочу по типу вот этого маленького Пикачу. Кстати, это, кажется, новый покемон Райма, которого он привёл, потому что у него есть другой Пикачу, более прокачанный. А ещё у меня тут, сразу говорю, некоторые прирученные мной по типу этого Иви. И вот этого покемончика названия я не помню, но он очень милый. Поэтому сейчас я беру поводок, и если вы не знаете, то в этом моде покемоны кушают покеболы зачем-то. А также любят они поесть сладких ягодок, а также вот эти редкие конфеты. Ну, у меня тут есть ещё всякий хлам, но пока что нам не понадобится. И, в общем, суть такова, что покемонов настолько много в деревне Райма, что он, возможно, даже не заметит пропажи некоторых из них. Но поскольку он постоянно возвращается в деревню, мне нельзя медлить. У меня там, значит, есть небольшое в горе укрытие, такая лаборатория, в которую я сначала приведу всех покемонов и уже там прокачаю. Нашёл первого, это Иви. Кстати, с ним максимально много вариаций различной эволюции. Поэтому давайте-давайте, надо его сначала нормально так накормить покеболами, чтобы он не убежал от меня, и я смог его приручать. Да подожди ты, маленький засранец, они очень прожорливые, и очень много покеболов может уйти на то, чтобы их приручить. А покеболы делаются не очень-то и просто, поэтому... Затратно это всё дело, да куда ж ты убегаешь от меня? Ну нет твоего хозяина рядом, ну подожди. Уже съел 15 покеболов, что здесь делало это ведро? И, кстати, ребята, надеюсь, вы уже поставили лайк и подписались на канал, ведь это очень меня мотивирует делать новые видосы. Так, походу на одного покемона я потрачу очень много еды. Я его наконец-то приручил, покушаю ещё несколько ягод. Почему здесь горит овечка? Ладно, неважно, ты будешь моим первым покемоном, которого я отведу в своё секретное логово и, наверное, даже эволюционирую. У меня есть конфетка, её я тебе дам уже чуть попозже. Давайте, побежали, побежали, побежали. Градус, ты где? Я... Что? Так, 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 поводок снять, снять, поводок снять, поводок. А, Райв, я тут... Я здесь, я здесь, я здесь. Я, короче, ухаживал за твоими покемонами. Короче, а ты в курсе, что они у тебя вообще разбежались, куда попало? Ты домики им не построил, вот они и бегают по всей деревне. Я собираюсь сделать огромную деревню покемонов. И домики, это, конечно же, часть моего плана, но пока что их у меня нет. Кстати, там у меня бегает мой любимый чёрный покемончик. Как раз таки, так, ладно, я немного ягод принёс нашим покемонам. Райв, дело в том, что, слушай, я собирался отправиться на охоту покемонов. Буду совсем новых приучать, искать по всему миру. Можешь мне одолжить немного покеболов? Ну, по-братке, я же тебе помогал, помоги, пожалуйста. Да, Градус, хорошо, но в прошлый раз ты мне дал всего лишь 10 покеболов за 10 тысяч лайков. Сейчас я могу тебе дать, так сказать, по выгодной цене 20 покеболов за 15 тысяч лайков. Сколько, сколько? Давай лучше за 12 тысяч лайков. Нет, 15 и точка. 12 с половиной. 15. Хорошо, 15. Давай мне покеболов. Ладно, бери 20 штучек. Окей, я не знаю, сколько ты мне тут, конечно, накидаешь. Надеюсь, он немножко ошибится с числом. А ты собираешься эволюционировать своих покемонов? Нет, Градус, пока что нет, они такие миленькие. Как-нибудь потом. А, окей, ладно. Райм, тогда у меня для тебя тоже задание еще есть. Для того, чтобы скрафтить новые покеболы, нам все равно с тобой нужно будет потом ферму сделать. Отправься, пожалуйста, в соседние горы. Там, кстати, замечена очень большая кладезь железной руды. А также редстоуна необходима для этих покеболов. Поэтому ты сможешь с этим справиться? Конечно. Так, Кирочка, у меня есть. Ладно, я побежал. А, ненавижу эту деревню, ненавижу. Райм ушел. Можно пока что одного покемончика свести. Давай, Иви, давай, давай, давай. Здесь у меня в логове все тут уютненько, классненько. Все для покемонов. Стоп, я не понял. А где мой вход? А, вот он мой вход. Будет для тебя место. Я тебя потом покормлю конфетой специально. Давай ко мне. Сиди здесь и жди меня. Я прокачаю тебя с помощью вот этой конфеты или другой какой-нибудь. Окей, значит, в следующем я, в принципе, могу приручить какого-нибудь Пикачу и... Ой, я не помню название этого динозаврика, но я знаю, что можно с ним сделать. Можно его оседлать. Блин, пока Райм не увидел, точно надо быстрее это сделать. Если Райм увидит, он точно меня прибьет, потому что издалека такую громадину невозможно не заметить. Как же ж тебя поместить в моё секретное логово такого большого и такого неконтролируемого покемона? Кажется, получается, но не совсем. Я получаю урон, да? Спайро, а ты что тут делаешь? Он случайно к нему телепортировался и не смог его проконтролировать, блин. Надо вернуть тебя в деревню. Эх, глупый Спайр, а зачем ты ко мне прибежал? Блин, я же вроде тебя оставил на крыше. Хватало мне того, чтобы Райм вернулся. Иви, давай за мной. Ну чё ты? Я не думал, что красть покемонов будет настолько сложно. Ну как красть? Незаметно, так сказать, одолжить для улучшения. Побегу дальше за железком, как и сказал Градус. Так, Райм вроде бы даже не обратил внимания на то, что я пропал из деревни. Спайра, к сожалению, видимо, не удастся мне перетащить. А вот Пикачу какого-то фигушки купается вместе с Папарионом в воде. Я где-то поводок забыл, надо сейчас пойти взять его. Он, кажется, был ещё запасные поводки. Вот у Райма здесь. Нет, он всё забрал. Забираем все поводки, а то они рвутся часто, теряются тоже. Задобрить покемонов в первую очередь, а потом перетащить. Давай, кушай, 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 маленький Папариончик. Чувствую такими темпами, я не буду их уже кормить. Я просто буду их на поводок сажать, потому что это не годится. Ты просто взял и съел все покеболы. Давай, 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 пойдём, пойдём в Папариончик, не переживай, это всё на твоё благо. Я тебя откормлю конфетами, будет у тебя сладкая жизнь. А потом я тебя со временем уже верну Райму, ну или Райм сам тебя найдёт. Точно, я вас буду привязывать. Это, кстати, неплохой план. Так, когда я буду тащить других покемонов, главное, чтобы они меня никак не поранили. А то Пикачу может и молния шарахнуть в задницу, и тогда мне точно будет уже не на расслободе. Райм ещё не возвращается. Всё, вижу его ник, он там где-то бегает. Это цветочек, из него можно сделать железо. Какое железо, Райм? Ты опять своих покемонов мучаешь какой-то фигне? Нет, Градус, это действительно так, вы потом у Юни посмотришь, в общем, ладно, не важно. Ты нашёл нужное количество инструментов для покеболов? У меня есть много железа, и редстоун я не нашёл, ты меня обманул, зато я нашёл алмазы и изумруды. Неплохо. Стоп, ты вообще не нашёл... Да не может быть такое, чтобы ты не нашёл вообще ни капли редстоуна. Вообще ни одного редстоуна, блин, все жители его выкопали. Райм, смотри, будь аккуратнее со своим Райчо, а то вдруг он ещё пропадёт, а ты вот так их далеко от деревни отпускаешь. А, не знаю, этот путь домой, и, короче, они действительно очень умные, хорошие, и, в общем, да, пойдём домой, в общем, ладно. А больше у тебя никаких заданий там нигде нет? Ну, Градус ещё-то есть, мне надо в деревне немного грядок выкопать, потому что там уже, блин, столько этих тыкв, надо их скорее собрать уже. Блин, это меня осложнит задачу, раз в сто. Райм, а ты не собираешься следить за своим Райчо? Да не, пускай гулять, я же говорю, он вольная птица. А, ну я тогда тоже пойду погуляю, всё так же в поисках новых покемонов. Вот там красная хрюшка, чем тени покемонов? Ладно, скоро вернусь. Это розовый слоник. Побежали за мной, ребята, ребята, не сопротивляйтесь. Пикачо, а ты, случайно, не видел остальных покемонов? О, Пашка, привет. Он уже до Пашки и Черепашки добежал. Так, надо привязать. Вот так вот привязал двух покемонов ещё. Ребята, всё нормально. У меня в основном здесь одни Иви получаются, ну и Райчо. Так, сейчас захвачу Пикачо. Пикачо я смогу прокачать до второго Райчо и будет у него два прокачанных покемона. Что ещё в теории я могу сделать для Раймана такой вот сюрприз, прокачка резкой покемонов. А то он вечно старается, кучу времени тратит на эти конфеты, ресурсы находит покемонов, как прокачивать. Я всё почитал, разобрался, значит, вот такие вот сюрпризы новогодние пойдут. Райм, а что ты делал в моём доме? А, я немного мяса взял, блин, прости, конечно, но день такой трудный, жаркий и хочется кушать. Я уже столько дел сегодня переделал. Кстати, ты не видел моих покемонов, что-то я их давненько не встречал, блин. Так, подожди, как это, где? Ну, одет вы, кстати, красный покемон. Красный покемон? Какой ещё? Ну, с крыльями такой дракон такой бэээ делает. Ну, вообще-то он рыжий, его зовут Спайра, а я его посадил... А, кстати, слушай. Странно, по-моему, он сидел тут и он не мог никуда уйти, это очень подозрительно. А, вот же он. Нам не хватает ягод для наших покемонов. Это да. Поэтому, я вот хочу тебе отсыпать вот 27 штук. Тебе, наверное, надо будет сходить вот за той горой, сделать поляну. Знаешь, почему за той горой? Ну-ка. Ну, потому что ты сам не любишь натыкаться на эти ягоды. Если они будут здесь, ты просто такой будешь от злости их постоянно ломать. Слушай, ты прав, Градус, спасибо огромное, сейчас пойду. Если что, проследи за моими покемонами, чтобы они никуда не разбегались. Как я это сделаю, я пойду сразу их купать. Так они у тебя сами умеют, они же самостоятельные. Не-не-не-не-не, мне надо за ними проследить просто за каждым. Потому что, если я их не искупаю, они будут грязненькие. Мне это не надо. Хорошо, хорошо. Пашка-черепашка, я тебя, наконец-то, нашёл. Давай-давай, не убегай, куда ты? Пойдём, и тебя мы прокачаем сегодня. Блин, какие у тебя модные очки. Ну, нашёлся Райм крутого покемона, чё. Неплохая ферма у Райма выходит, так. Осталось совсем немного покемонов. Дальше я уже эволюционирую хотя бы парочку, пока Райм не начал разведывать, где они находятся. Надеюсь, всё-таки сюрприз удастся до конца. А то я уже бегаю, мучаюсь сколько. Будет глупо, если он просто их найдёт и ничего не поменяется. Пикачу, остался последний. Это ж Пикачу, вроде бы больше покемонов не осталось. Ну, может, где-то Иви бегает. Но Иви я трогать больше не хочу, потому что у меня есть так. Ай, Пикачу, Пикачу, Пикачу. Не убегай, не убегай, не убегай, не убегай. Я тебя покормлю вкусными ягодами. Главное, что молния не бьётся. Пока что. Пайра, ты ничего не видел. Сиди вот с таким вот недоумевающим взглядом вообще от происходящего. И всё будет хорошо. Последний покемон. Значит, что я хочу сделать? Во-первых, я ещё не прокачал своих покемончиков, которые у меня. Ну, ладно, я прокачаю только тебя, милашка, сегодня. Мне просто интересно, как ты выглядишь в иной форме. Надо вспомнить, за каким из верстаков у меня спрятан сундук. Вроде бы за этим. Нет, вроде бы за этим. Берём все камни. Приколямбы. Кстати, у них какой-то бак, они почему-то не складываются. Хух, наконец-таки потрудился. Можно вернуться и в деревню. Надо быстрее из сундука забирать все кристаллы, пока Рай не заметил. Прячем, прячем секретный сундук. Никакого сундука нет, вы о чём? Так, окей. Ребята, давайте так. Сейчас я, наверное, у меня главная цель всё-таки прокачать покемона Фрайма. Хотите, чтобы я прокачал свою пикачушку? Давайте реально наберём 15 тысяч лайков. Я прокачаю всех своих покемонов. У меня ещё парочку бегают наружу. Я их просто в дом не загонял, в отличие от этих. Так, Спайр, привет. Градус, я пришёл купать своих покемонов. Наконец-таки. Чувак, я советую тебе заняться чем-нибудь другим. Просто потому что ты очень много работал сегодня. Тебе стоит отдохнуть, пойти поспать. Покемонов ты можешь покупать часика через два. Нет, а я хочу сейчас. Почему ты меня заставляешь спать? Если я хочу искупать своих покемонов. Подожди, 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 подожди. Ты сделал очень много работы. Вопрос, ты устал хоть немного? Конечно, но тем не менее, я должен выполнить всё до конца. Ну, можешь заняться пока что Спайра. Он очень долго будет тебе... Кстати, Градус, а где все мои покемоны? Ну, Райчу гуляет где-то там на полянке. Пикачу где-то там бегал среди деревьев. Черепашка Наташка, или как там, Пашка-Черепашка, где-то на скалы полез. Подожди, подожди. Он не мог полезть на скалы, поскольку я его вот так вот посадил. Чё, что ты мне не договариваешь? Чё-то тут странное происходит. Так, ну, ты в курсе, что покемоны могут вставать с места, если их хозяин атакуют? Скажи, честно, ты хоть раз урон получал? Ну, поскольку я сажал эти глупые конфеты, ой, вернее, ягоды, конечно же, получал. Они автоматически вроде бы как встают и идут искать своего хозяина. Поэтому я тебе прям настаиваю. Пойди поищи вот в деревьях там на полянке покемонов своих, потому что, скорее всего, они там. И ты можешь собрать их и искупать. А я пока что пойду к своим покемончикам. Ладно, хорошо. Господи, я не верю, что мне удалось немножко отлечь его внимание. И теперь я немного выиграл времени. Самое время пойти прокачать покемонов Райма хотя бы, ну, немножечко так. У меня есть один Иви. У меня есть Пикачу. Стоп, а зачем я тогда брал других покемонов? Интересно, их можно ещё прокачать? Или это у них финальная стадия? Я точно уже не помню. Пикачу, у меня для тебя конфетка. Ты её не ешь. Иви, у меня для тебя конфетка. И ты её не ешь. Так, ладно. У меня есть Фаерстоун. Иви, ты где? Ты где, ты где, ты где, ты где? Не бегай, не бегай. Кушай конфетку. Конфетку съел. О, что с ним происходит? Куда он взлетел? Чего? Кого ты превратился? Что это за розовый покемон? Я такого не видал. А тебя я могу чем-то покормить? Нет, ты не хочешь этот камень кушать. Фаерстоун. Как он работает на других покемонах? А ну вот это. Пикачу, я тебе дал конфетку. Что? Ты стал оранжевым, не жёлтым. Что с тобой? А если я тебе ещё одну такую дам? Что с тобой произойдёт? Нет, ты не ешь. Он стал другого цвета. Их можно с помощью этой штуки менять. Я даже не знал об этом. А они разноцветные. Круто, Райм. Удивиться, когда увидит вообще других цветов. Так, черепашка, Пашка, мы тебя прокачаем. Нет, начнём, наверное, с Крайчу. Тебя я могу как-то поменять? Вот конфетку тебе дать? Нет, ты конфетку не хочешь есть. А если я тебе дам фаерстоун, ты уже не хочешь. Не понял. А что это за следы моего Пикачу? Блин, ещё, ещё никак не могу найти. О, они ведут сюда такая-то. У вас что такое? Нет, нет, не говорите мне, что Райм уже... Я слышу, я вижу у них. Нет, 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 он идёт туда, куда надо. Нет, 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 нет. Эти следы я узнаю из тысячи. Так, видимо, он здесь. Как тебе прокачать? Пашка, черепашка, как тебе прокачать? Как тебе прокачать? Теперь что? Не понял. Пашка, черепашка. Гранус, какого чёрта? Я перекрасил твоих покемонов и эволюционировал их. Сюрприз. Что ты наделал? Всё, спасибо за просмотр. Вот такие вот эксперименты. Хорошего настроения. Не забывайте оставить лайки, подписываться на канал. Йоу, чё, пока. Райм, не бей меня, я для твоего же блага. Это для тебя сюрприз, я их прокачал.